Всем привет у микрофона Веля, и сегодня я вам расскажу о том, что для нас готовят разработчики в предстоящем хэллоуинском обновлении. И не забудь поставить свой царский лайк и оформить подписочку на канал с колокольчиком, ведь эта информация обрадует многих из вас. Как вы все знаете, на носу хэллоуин, и хоть в СНГ вообще никто не празднует его, на западе этот праздник безумно популярен. Многие игровые студии готовят свои обновления по стилистике хэллоуина, и стенд оф 2 не исключение. В прошлые хэллоуин ивенты в стенд оф 2 нам подарили стикер паки, брелки и парочку новых режимов, один из которых был зомби противостояние. Действительно захватывающий на тот момент режим. А другой какой-то тыквоголовый баскетбол? Как по мне, с этим режимом разработчики прям конкретно промахнулись. А что же нам ждать в новом хэллоуинском обновлении? Давайте разбираться. Что точно ожидает комьюнити от этой обновы, так это новый стикер пак или брелка пак. Очень классно обновлять свой инвентарь ивентовыми предметами. Так, тем более, помните сколько сейчас стоят хэллоуинские наклейки? Это действительно уникальная коллекция, где даже рарка может стоить 200 голды. По брелкам, конечно, похуже, но брелки можно снимать, как бы логично. А вот наклейки уже не снимешь, но все равно брелки получили офигенный фидбэк со стороны игроков. Но мы также не забываем про новый режим. Кстати, про режим. Группа Nitro News опубликовала, что один из тестеров уже активно играет в новый режим. И, конечно же, мы понимаем, что речь идет про хэллоуинский режим. Так что же это за режим? По слеву, к сожалению, ничего сказать невозможно, но я бы не делал такой ролик, если бы у меня не было бы догадок. Помните, я делал для вас ролик, где проходил анкету Excel Bolt? Так вот, в этой анкете фигурировал так называемый режим зомби-заражения, где игроки спальнятся на карте, один становится зомби и при ударе от зараженного, выживший тоже становится зомби. В общем, это полностью классический зомби-режим, который известен нам по любительским модам КС. Конечно же, разработчикам нужно нас удивлять, и я думаю, что они нацелены именно на зомби-заражение, так как наработки у них уже есть. Осталось только поменять концепцию противостояния. Ну, может быть, переделать карту Провинца или Зону 9 под новый режим. Она была бы, кстати, очень в тему. Вы, наверное, задаетесь вопросом, а будет ли новый боевой пропуск? Лично я бы не хотел бы видеть новый БП, потому что более чем уверен, что этот БП будет скучным и неинтересным. Вспомните БП к четырехлетию игры, это был, ну, полнейший провал. Поэтому, если и боевой пропуск, то нужно чем-то нас удивлять и растягивать уровни. Опять же, это мое мнение, и если вы с ним как бы, ну, не согласны, обязательно напишите свое мнение в комментариях. Теперь идем к очень загадочным новостям, только о Delph News, которые нашли тех же тестеров, только уже на версии 0.18.0. Меня это ввело в дичайший ступор. Где 0.17.0? Неужели разработчики готовят для нас что-то невообразимое, что готовы перепрыгнуть 0.17.0 и сразу же презентовать нам 0.18.0? Давайте поразмыслим, что может нас в этом случае ожидать. Новая карта, ну, не думаю, в игре совсем недавно уже релизнули Сакуру, и как бы зачем торопиться с релизом новой карты. Реворк Сэнд Стоун, ну, возможно, эту карту, кстати, уже давно пора реворкать и расширять. Это единственная карта, которая на фоне остальных выглядит древней. Натянуть новые текстуры, расширить карту, но оставить знакомые для нас Пленд Б, Пленд А и Миддл. И я первый, первый скажу, что разработчики огромные молодцы. Что мы получаем по существу? Остался месяц до Хэллоуина, и видно, что разработчики готовят для нас ивентовое обновление с новым режимом, который должен нас затянуть с головой. Нас точно ждать продолжение коллекции стикеров или брелков. Также под вопросом боевой пропуск, но я почему-то уверен, что разработчики для нас действительно подготовили что-то уникальное. Также под вопросом 0.18.0. Шутка ли это? Или разработчики действительно начали пахать как кони и сразу готовят для нас контент, который релизнится после окончания Хэллоуинского обновления? Господа, нас ждёт что-то интересное. Напиши в комментарии, чего же ты ждёшь от нового обновления. Интересно будет почитать. Ну, а у микрофона был Веля. Спасибо за просмотр и за свой царский лайк. Увидимся в следующем ролике.